Работники отрасли культуры привыкли, что слово «праздник» для них обозначает рабочий день. Нечасто сами певцы, танцоры и музыканты становятся объектом для отчествования. И тем не менее, отмечая огромную заслугу старейших коллективов Славянска в создании по-настоящему праздничной атмосферы на любом крупном городском мероприятии, администрация района провела торжественный прием, подробнее о котором мы расскажем далее. Какой же праздник без песни? Так думает, пожалуй, каждый человек. Потому к вопросу организации творческой составляющей на всех общегородских мероприятиях у нас подходят тщательно. И такая организация имеет столь большую историю, что жители города часто принимают выступления артистов как данность, не представляя, что может быть как-то по-другому. В подготовке к празднованию Дня Победы 2018 года самое активное участие принимали хор ветеранов, концертной площадкой которого стала фронтовая поляночка, и самодеятельный духовой оркестр, без которого не обходится ни один военный парад. Именно эти коллективы были приглашены на торжественное чествование, прошедшее в городском Доме культуры. Я порой не замечаю, что проходим, смотрим, играем, как будто так и надо, крадиво, я на это играю. А это труд. Вы постоянно собираетесь, постоянно что-то учите. Это целое искусство, это, прежде всего, воспитательная, патриотическая работа. Мы много об этом говорим, но спасибо вам, вы это делаете. Хор ветеран ведет свою летопись с 1982 года. С 2007 его руководителем работает Александр Мельник. В 2008 коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный», которое он регулярно подтверждает. Хор активно принимает участие во многих культурно-массовых мероприятиях города и района. Сегодня здесь участвуют 24 человека. Всех их за большой вклад в развитие культуры, муниципального образования и в честь Дня Победы наградили благодарственными письмами от имени главы района и памятными подарками. У меня коллектив в последнее время очень обновился. Жаль, что люди пожилые. Некоторые уходят, другие приходят. Вот как-то движение немножко и происходит в коллективе, поскольку хор ветеран. Люди отзывчивые, добрые. Очень приятно. Вот такое чествование проводит администрация. Это, во-первых, внимание простым людям. У меня в основном пенсионеры. Им очень это, я думаю, что понравилось. 60 лет творческой жизни в этом году отмечает Народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр». Он является хранителем и популяризатором старинных традиций духовой музыки. В репертуаре русская и зарубежная классика, современные мелодии и, конечно же, старинные марши. Долгое время коллективом руководил Алексей Рябченко, заслуженный работник культуры Кубани. Четыре года назад на посту дирижера его сменил Владимир Луканов. Коллектив оркестра – это настоящие профессионалы. Больше половины его состава работает в оркестре около 30 лет. Как говорят они сами, «Духовой оркестр» – это большая и сплоченная семья. О том, насколько высок уровень мастерства, говорит то, что коллектив часто приглашают принять участие в крупных мероприятиях краевого масштаба. Мы входим в число лучших оркестров Краснодарского края и нас практически все время приглашает Юрий Григорьевич Донченко, это главный дирижер Краснодарского края, участвовать в возможных мероприятиях в городе Краснодаре. Мы играем в сводном оркестре Краснодарского края. Вот такая большая честь. Не все оркестры этой чести достойны, потому что, ну, скажем так, профессиональный уровень, я не буду хвастаться, но у нас на уровне края. Слова благодарности, песни и угощения сделали для коллективов этот день по-настоящему праздничным. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».